Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Отличница легкого поведения» 2010 года «Easy Air» – американская подростковая комедия режиссера Уилла Глако по сценарию Берта Роэлла с участием Стэнли Тучи, Патрисии Глаксон, Лизы Кудроу и Малькольма Макдауэлла. Эмма Стоун в «Отличнице легкого поведения» исполнила гнадную роль и была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле». Фильм «Отличницы легкого поведения» собрал 75 миллионов долларов во всем мире при бюджете 8 миллионов. Фильм-комедия «Отличница легкого поведения» – молодежная версия «Алой буквы» Натаниэля Готтерна, утверждающая, что слухи от распутствия нынешней молодежи сильно преувеличены, когда невинная ложь превращает школьницу из невидимки в виртуальную разрадницу. «Отличница легкого поведения» Уилла Глако стал очередным и, надо сказать, куда как не слабым звеном цепочки фильмов, адаптирующих сюжеты мировой литературной классики к стилистике современного ювенильного кино. Фильм «Отличница легкого поведения» В русском переводе исходный смысл названия фильма полностью утерян. Оригинальное название «Изи Э» дословно просто «А», также «легко получено и отлично», отсылает к классическому роману Натаниэля Готтерна «Алая буква», рассказывающего о нравах американских пуритан конца 17 века. Главная героиня романа Эстер Принц, считая своего мужа погибшим, родила дочь небрака, была за это приговорена к позору и всю жизнь носила на одежде алую букву «А» от слова «adulteres», то есть «приболь любодейка». По сюжету фильма «Отличница легкого поведения» роман проходит по литературе в школе, где происходят события, а главная героиня, как и Эстер, оказывается объектом травли пуритански настроенных сверстников. Все сцены с Олив, снятые веб-камеры, были осняты за 14 часов. Актриса Эмма Стоун иногда так уставала от сидения на одном месте, что в перерывах прыгала по комнате, пытаясь размять затекшие мышцы. Здравствуйте, Олив, кажется, здесь живет. У нас их полная банка в холодильнике. Простите, я, наверное, ошибся адресом. Это шутка, заходи. Друзья Оливок, друзья нашей дочери. Тебе какой-то молодой человек. Он говорит мне что-то насчет твоей руки и своего сердца. А я думала, придется потратить приданное на алкоголь и наркоту, чтобы скрасить горькое одиночество. Для съемок в фильме «Отличности легкого поведения» Эмма Стоун отказалась от роли в картине Зака Снайдера «Запрещенный прием» 2011 года. Олив и все члены ее семьи названы в честь продуктов питания. Олив, оливка-маслина, отец-дил, укроп, мать-роза-мария-розмарин, брат-чип, чипсы-картофель-фри. Школа, в которой проходили съемки «Отличности легкого поведения», находится в городке Аджаев, Калифорния. В фильме цитируется Библия, исход 20-14. Имеется в виду одна из десяти заповедей, не прелюбодействуй. Оригинальный сценарий «Отличность легкого поведения» 2010 года свержал нецензурную лексику. Слово «фак» было использовано 41 раз. Позже сценарий был переписан, из него исчез мат, и фильм получил рейтинг PG-13. Дети до 11 лет допускаются на фильм только с родителями. Не прошедшую цензурную версию можно посмотреть на DVD. Аманда Байнд собиралась уйти из кино после окончания съемок «Отличности легкого поведения», однако затем передумала и осталась в актерской профессии. Почти весь сценарий фильма, за исключением последних десяти страниц, был написан сценаристом Бертом Ройелом всего за пять дней. В кинотеатре фильм доставлялся под фальшивым названием «Большинство городов». Несмотря на реалистичность отображения современной школы в сценарии, сценарист Берта Ройел находился на домашнем обучении и никогда не посещал среднюю школу. Когда Оля вспоминает фильм о 80-х и хочет, чтобы Джад Нельсон поднял кулак, осознав, что добился меня, речь идет о культовом фильме «Клуб Завтрак» 1985 года. Я хочу, чтобы Джад Нельсон поднял кулак, осознав, что получил меня. Я хочу, чтобы хоть раз моя жизнь была похожа на фильм 80-х. Желательно с музыкальными вставками. Просто так, без причины. Нет, Джон Хьюз не режиссирует мою убогую жизнь. Вместо этого я получила возможность сэкономить 15 центов на геле от прыщей. Фильм-отличница легкого поведения. Сюжет. Симпатичная умная старшеклассника Олив Пендергаст, Эмма Стоун, не может похвастаться интересной жизнью. Хотя у нее очень прогрессивные и понимающие родители Стэнли Тучи и Патриция Клаксон и чудесный афроамериканский приемный брат, но пока у сверстников болит личная жизнь, она вынуждена проводить выходные в компании, присланные от бабушки музыкальной открытки с отстойной песней и пса, которым не расшиваешь даже маникюром. И вот после такого уикенда Олив рассказывает своей лучшей подруге Рианон, Элисон Мечалко, что на самом-то деле у нее было свидание и дело зашло довольно далеко. Разумеется, новость об этом разлетелась по школе будто бы по выделенной линии и Олив кои-то веки стали замечать. Дальше больше. Сначала Олив выручила приятеля гея, которым нужно было убедить окружающих в гетеросексуальности. Потом за небольшую плату стала признавать, что встречается и с другими однокашниками. Осознав, что от репутации распутницы уже никуда не деться, вырезала из красной ткани букву «А» и нашила их на свои все более вызывающие наряды. Тем временем Рианон становится на сторону противников Олив, а Мика, Кэм Жиганде, парень Мариэн, объявляет, что она заразила его. Олив узнает, что на самом деле с Микой спала жена учителя миссис Гриффит, Лиза Кудроу, и берет ее вину на себя, чтобы спасти их брак. Не в силу справиться с потоком вранья, она решает смириться, но тут появляется ее старая любовь Тодд, Пен Бенджли. Олив понимает, что из-за ее репутации никто не приглашает ее на настоящее свидание, однако Тодд, не веря сплетням, проявляет симпатию и поддержку. Тогда Олив решает рассказать все как есть, но сделать это теперь совсем непросто. Популярность и отличность легкого поведения добавил звездный каст. Для тех, кто постарше, Мальком Макдауэлл, стройки-директор, Лиза Кудроу, любвеобильный зауч, Стэнли Тучи, либеральный папаша Олив. Для молодежи вампиры Сумерик Эмжи Ганде и, собственно, Эмми Стоун, карьера которой пошла в гору после Суперперца. Красавицей Эмми Стоун достается такое количество сложно подчиненных реплик, что можно подумать, что пришел на экранизацию Джейн Остин. Тем более, что большинство из них довольно забавные. Также радует грандиозная линия родителей героини, Клаксон и Тучи, то и дело признающихся в грехах молодости. Две минуты Малькома Макдауэлла в роли директора школы и веселое издевательство над христианским фундаментализмом с новократным упоминанием хламидиоза. Предмет для беспокойства все же имеется. И тут отличность легкого поведения неуловимым образом пересекается с социальной сетью Дэвида Финчера. В эпоху виртуальной реальности человек моментально превращается в то, что он о себе заявляет. Шепчет он это подруге или пишет на страничке соцсети. Мне так больно, мамочка. Ну, как я и предполагал, хламидии. Ты с кем трахался? А ну говори! 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 А то я тебя убью! Говорит сейчас же! Олиф! Олиф Тендергаст! Фильм ироничный, содержит в себе много мудрых замечаний. Вроде совет осмотреть алую букву Вима Виндерса, а не отвратить в экранизацию с Дэми Мур. Почти не смущает и тот факт, что американских школьников играют актеры, которым в основном около 30. К фильму отличность легкого поведения, несмотря на всю пикантность иных гэгов, больше всего подходит несколько неожиданное определение культурной и воспитанной. И оказывается, что именно этих качеств не хватало большинству пубертатных экзерсисов последнего времени. Еще один нескрываемый источник вдохновения отличницы – американское тенержиское кино 80-х годов. В первую очередь фильмы трилогии Джона Хьюза, в том числе и «Клуб Завтрак» 1985 года. Олиф вполне сознательно ищет свой идеал отношений именно в этих фильмах, хотя для девушки и его возраста они вроде бы должны казаться пронавтолиненным ретро. Это несколько напускная, но обезжоружившаяся старомодность, в которой проникнута отличница, и делает ее в результате невероятно обаятельной. Это один из тех фильмов про американские школы и подростков, которые хочется пересматривать снова и снова. Если хочется посмотреть хороший легкий фильм, то смотрите его в компании отличницы легкого поведения. «Знаете, что самое замечательное? Это, черт возьми, не ваше собачье дело. Эй, куда это она? Я думал, она разденется. Деми Моры то раздевал их. Это чушь какая-то! Проклятие. Она что, издевается? Иди к шопу! А ну иди сюда, поселок! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»